Давайте. Меня зовут Зимкевич Екатерина Николаевна, и моя история, наверное, будет называться «Встреча с прекрасным». В общем-то, я всегда знала, что живая природа – это не для меня. Меня очень любят метить голуби, кусать комары, пчелы, то есть, ну, вообще. Но особенно меня не любят индюки. И я помню, почему именно они меня не любят. В общем, было мне 7 лет, ну, мне кажется, это кастовая ненависть, она не просто так исходит. И я была у своей бабушки на Украине. У меня был любимый красный костюмчик, который я вообще могла не снимать неделями. Вот всегда дралась с родителями за то, чтобы одеть именно его. И, значит, я пошла гулять. У нас между домом и, ну, либо небольшой хозяйственной пристройкой был небольшой проход. И туда часто заходил жирность из соседнего участка. И сейчас, кстати, там стоял индюк. А как известно, индюки реагируют очень быстро на все красное. Индюк стоял в этом проходе и, ну, никак не хотел меня пускать. Я пыталась отойти немножко вправо, индюк отходил вслед за мной. И причем он еще так, ну, не курлыкал, а что-то он делал, такие странные звуки издавал. В общем, он был очень недоволен. Я пыталась отойти влево, он тоже отходил вслед за мной. Ну и тут я, как проявила чудеса галантности, положила ручки за спину и сказала, «Уважаемый господин индюк, разрешите, пожалуйста, пройти». И на самом деле индюк меня пропустил. Не знаю, от чего он офигел, может быть, от... Можно, на самом деле, офигел от моей галантности. Может быть, от дикого смеха, который издавала моя мама с бабушкой. Но, тем не менее, я поняла, что... Ну, индюки меня не любят точно так же. И потом вследствие, ну, на Украине я поняла это еще раз и еще раз. Но, вы знаете, быть вежливым – это всегда хорошо. Спасибо.